Сегодня мы будем использовать нестандартный прием, который в задачах с параметром является вполне себе стандартным, так что привыкайте. Условия задачи. Известно, что значение параметра а таково, что данная система уравнений имеет единственное решение. Найдите это значение параметра а и решите систему при найденном значении параметра. Как всегда, сначала решайте сами, а затем смотрите разбор. Перед нами исходная системка, но представьте только, что есть некое значение параметра а, при котором она имеет единственное решение. Вместо того, чтобы, как обычно, искать нужные значения параметра, задумайтесь лучше вот о чем. Как устроена наша пара чисел x, y, являющаяся единственным решением системы? Например, может ли x равняться 1? Как вы считаете? Оказывается, что нет. И знаете почему? Потому что если x единичка, а y равен некому y, почему бы и нет, то тогда бонусом, или скорее побочно, мы получаем еще одно решение – минус единичку y. То есть уже есть хотя бы два решения. А нам оно нужно? Нет, конечно. Давайте объясню, почему это второе решение имеет место быть. Потому что функция 4 в степени модуля x является четной. Она что для аргумента x, что для минус x выдает одни и те же значения. Та же самая история с логарифмами в левой и правой частях второго уравнения системы относительно x функции четные. А больше нигде x и не было в нашей системе. Так что давайте обобщим. Если пара x, y является решением системы, то и пара минус x, y автоматически разрешает ее. Осмыслите это как следует и попробуйте понять, при каком же тогда вообще значении x существует единственное решение? Кликните паузу, подумайте, а сейчас уже ответ. Единственное решение системы возможно только при x равном нулю, только нолик не имеет себе противоположного. Но если x 0, то не проблема найти y из первого уравнения системы. И окажется этот y равен 1. То есть если уж и есть какое-то единственное решение нашей системы, то задается оно только лишь парой чисел 0,1. И да пребудет с вами двоичный код. Ну да ладно, нам осталось всего ничего. Требуется выяснить, при каких таких значениях параметра a наша система имеет решение 0,1 и никаких других больше. Это важное условие. Как вы могли заметить, пока я тут разглагольствовал, потенциальные значения a уже нашлись. Давайте объясню, как это произошло. Берем x0, y1 и подставляем во второе уравнение системы. Получаем простейшее логрифмическое уравнение, из которого находим нужное значение a. Но, ребят, давайте сразу поймем. При таких значениях a обязательно будет решение 0,1. Но не закрадутся ли сюда другие решения, мы понятия не имеем. А как это выяснить? Давайте возьмем значение a и подставим его во второе уравнение системы. В первом вообще ашечки нет, ясное дело. Единичку представим как логриф 2 по основанию 2, а затем решим знакомое уже нам уравнение. В первом случае я подставляю a равное 1. Мы будем искать количество решений этого уравнения и, следовательно, системы в целом. Логрифмы что слева, что справа имеют одинаковое основание. Не забывая про ограничения на аргументы, переходим к равенству этих самых аргументов. Легко получаем произведение равно 0, а это значит, что либо x0, либо все, потому что y не может равняться 0, посмотрите на натуральный логриф в первом уравнении. Ну а x² плюс 2 вообще число положительное. Так что при а равном 1 мы впрямь имеем единственное решение системы 0,1. Ну а теперь беремся за его братишку, а равное минус 1. Подставляем это значение во второе уравнение системы и получаем похожую ситуацию. Похожую, но не такую же, потому что если вынести x² и y² за скобки, у нас получится произведение равно 0, и тут мы имеем аж 3 корня. Посмотрите, как 0, так и плюс-минус корень из 2 дают нужное равенство. Притом для каждого такого x находится и y из первого уравнения системы. То есть при а равном минус 1 наша система имеет 3 решения, а такой хоккей нам не нужен. Наш ответ, при а равном 1 единственное решение 0,1. И все, кто осилил эту задачу, большие молодцы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова